Если вы еще не определились, какими красивыми и в то же время неприхотливыми цветами можно украсить свой сад, причем на весь теплый сезон, обратите внимание на эти растения. Уверена, что некоторые из них вам приглянутся, тем более, что справиться с ними смогут как опытные, так и начинающие садоводы. Все эти цветы вы можете посеять семенами на рассаду в начале весны. Одним из самых неприхотливых и эффектных растений, из которого можно вырастить душистые цветочные ковры, считается арабис. Он является низкорослым почвопокровником, который хорошо разрастается плотными подушками из мелкой листвы и множественных соцветий. Цветочки бывают белой, лиловой или розовой окраски. Есть даже очень красивые вариегатные сорта с пестрой листвой. Из арабиса получается эффектное обрамление клумб и садовых дорожек. Его высаживают в цветниках для заполнения пустот, а также на альпийских горках. Высота растений не более 25-30 см. Цветение очень обильное в мае и июне. Арабис – не только красивый и малоуходный почвопокровник, он еще и очень приятно пахнет. Еще более непереходливое, засухоустойчивое и душистое почвопокровное растение с длительным и невероятно обильным цветением – это лобулярия. Ее пышные соцветия сплошь покрывают растения, да так, что не видно даже листвы. Лобулярия образует пышные шапки цветов, которые источают сладкий аромат и радуют на протяжении всего сезона. После первой волны цветения кустики можно подстричь и уже в конце лета они соцветут повторно. Лобулярия цветет до самых устойчивых осенних холодов. Расцветки бывают самые разные. Очень красиво ее высаживать по краю клумб и дорожек, а также на подпорных стенках и в кашпо. Обратите внимание на такую пока еще малоизвестную садовую лиану под названием Азарина. Ее вы также можете посеять на рассаду в начале весны. Это очень красивое растение с цветами всевозможной окраски и сильно ветвящимися побегами, которые могут отрастать на длину 3-7 метров. Цветение начинается в июне, а заканчивается с приходом первых морозов. Иногда цветы Азарины можно увидеть даже под снегом. Более подробно об этой лиане вы сможете узнать из моего видео, ссылка на который я оставлю в описании к этому ролику. Украсить садовую арку, беседку или забор сможет еще одна лиана с яркими крупными цветами – это кобея. Данное растение относится к неприхотливым садовым лианам. Кобея привлекательна своими ароматными, большими колокольчатыми цветами и довольно крупной листвой, которая к осени облекается в красно-фиолетовой оттенке. Цветение длится до самых холодов. Передний план цветников легко украсит обильно цветущей и социхоустойчивой агерату. Он очень неприхотлив и, по моему опыту, с ним справиться сможет даже ребенок. При неслужном уходе агератум вас непременно отблагодарит пышными соцветиями – белой, розовой или голубовато-фиолетовой окраски. В моем саду он даже давал свой самосив. Цветет очень пышно все лето, до глубокой осени. В компанию к агератуму можно высадить яркие пархатцы. Этот мега популярный цветок можно встретить почти в каждом саду. Хотя среди бархатцев есть и довольно редкие сорта. На сегодняшний день уже появилась возможность приобрести семена бархатцев с самой разной расцветкой, формой цветов и высадой кустиков. Многие высевают бархатцы прямиком в открытый грунт. Но если вы найдете особо интересные сорта с редкой окраской, лучше их посеять весной на рассаду. Очень советую обратить внимание на такой цветок, как пенстимон. Это красивейшее растение, просто находка для цветоводов. Эффектный, неприхотливый, долго цветет. Тем более, что среди пенстимонов огромное разнообразие разных сортов и видов. Предлагаю посмотреть видео по этой пока еще редкой цветочной культуре. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Многие садоводы не представляют свой цветочный сезон без высоких, красочных соцветий шток розы. Такими растениями очень удобно прикрыть некрасивый забор или стену хозяйственной постройки, гаража, а также создать яркий фон в цветнике. Особо красивые махровые сорта, крупные цветы шток розы привлекают внимание даже издалека. Совершенно неприхотливый, эффектный, долго и обильно цветущий – это вербаску. Его вы также можете посеять семенами на рассаду в марте. Расцветки вербаскума самые разные. Цветет он с июня по сентябрь. Просто роскошные соцветия у красавицы клеомы. Не так давно я выпустила по этому цветку отдельное видео. Клеома – это настоящий фейерверк из пышных соцветий. А вырастить ее очень просто. Многие высевают клеому сразу в сад. Но если вы достанете покупные семена, лучше не рисковать и для начала посеять этот цветок на рассаду. Потом вы сможете уже собрать свои семена для последующего выращивания и размножения. Если вас заинтересует это растение, посмотреть о нем в видео вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Для создания ярких солнечных клумб и цветников с минимальным уходом и цветением до самых морозов, идеально подходит неприхотливая засухоустойчивая гайлардия. Этот эффектный цветок способен свисти даже на скудной почве и при редком поливе. Гайлардия – это прекрасное растение для ленивых и занятых садоводов. А к ней в компанию можно вырастить яркую и хиноцею. Она будет свисти с июля по весь сентябрь. Своими множественными цветами украсит ваш сад или кашпо – совершенно неприхотливое растение под названием брахи кома. Ее симпатичные цветы – ромашки – распускаются все лето до самых стойких холодов. Среди этой цветочной культуры есть эффектные сорта с разнообразной расцветкой. Такие цветы несложные в уходе, зато они будут радовать вас весь сезон до глубокой осени. Брахи кому вы также можете посеять в марте. Для создания малоуходной клумбы советую вырастить такие бельноцветущие культуры, как однолетние флоксы и колокольчики. Эти яркие и простые в уходе растения уже давно стали очень популярными среди садоводов. К тому же среди них можно подобрать самые разные сорта по расцветке и размерам растений. Посеять на рассаду ранней весной можно армерию. Это очень красивый цветок с необычными шаровидными соцветиями. Выращивать армерию смогут даже новички в цветоводстве. Она жарая и засухоустойчивая, непривередливая к почвам и очень красиво цветет. Более подробно узнать про этот эффектный многолетник вы сможете из моего видео. Ссылку на него я также оставлю в описании под этим роликом. Для вашего удобства хочу уточнить, что на моем канале есть много плейлистов про самые разные цветы, неприхотливые и даже редкие культуры. С их помощью вам будет гораздо проще найти те растения, которые вам наиболее интересны. Также не забывайте оформить подписку, чтобы не пропускать выход новых видео. Совершенно необычное украшение не только для вашего сада, но и огорода – это брасика. Эта экзотическая на вид растения на самом деле является декоративной капустой, кстати, вполне съедобная. Ее яркие листья будут радовать вас даже в начале зимы. Из брасики можно составить фантастической красоты композиции. Ссылку на ролик про это растение я также оставлю в описании под этим видео. В марте можно посеять на рассаду пышную ценерарию приморскую. Ее серебристые листва очень красиво смотрятся, особенно в сочетании с более яркими, декоративно-лиственными и цветущими культурами. А чтобы наполнить свой сад не только красотой, но и приятным ароматом, обратите внимание на такие неприхотливые цветы, как душистый табак и душистый горошек. Цветут они ярко почти весь сезон, до самых осенних холодов. Друзья, если вы хотите видеть цветущим свой сад в новом сезоне, о посеве многих цветов, необходимо побеспокоиться уже в марте. Я уверена, что мой список вы дополните своими растениями и посоветуйте в комментариях, какие еще неприхотливые культуры можно посеять в начале весны. А если вам это видео было полезно, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok